Добрый день всем! Сходили в магазин, закупились на несколько дней продуктов. И сегодня я хочу вам показать, из чего же состоит моя продуктовая корзина. Стараемся покупать по акциях, потому что если уже необходимо, тогда мы не смотрим на цену. Вот так продукты куплены некоторые по акциям. Ну, начнем, наверное, вот с этого винограда. Я вам показывала этот виноград. Он без косточек. Очень сладкий. Вот в таких мешочках он у нас фасованный. И сейчас акция килограмм за такой виноград. То есть килограмм стоит 2 евро 0,9 евро. И всего вес этого винограда килограмм 424 грамма. И я заплатила 2 евро 98. Вот такие купила мороженые овощи. Они были по 77 центов. Но мне почему-то в самообслуживании, где есть касса самообслуживания, мне выбило евро 11. Ну вот я пойду после обеда в магазин и спрошу. Хотя акция, вот бар-коды и все я там посмотрела. Ну, выбила 2 пачки 2 евро 22 цента. То есть без акции. Затем я купила вот такое вот соленое филе лосося. 170 грамм. И я заплатила 2,44. Вот такой вот плавленый домашний сыр. И за эту вот палочку мы заплатили евро 25. Батон. Батон самый дешевый, какой есть у нас в магазине. Он стоит 19 центов. Но сейчас там как бы акция. Мы заплатили 10 центов. Вот за эту колбасу, это 500 грамм, мы заплатили 3,69. И кажется она 7 евро с копейками килограмм. Муж купил попробовать. И вот он сейчас будет делать горячие бутерброды. И это высший сорт. Высший сорт. Клэйпидус маистус. Это татуис сделано в клайпиде. Также вот тут написано, что высший сорт. И в 2018 году получена как бы медаль. Здесь также вот метка, что лимоны евро 79 килограмм. И за эти два лимончика мы заплатили 61 цент. Также мы купили чеснок. Чеснок у нас стоил 3,95 килограмм. И вот за 5 этих головок мы заплатили 88 центов. Мой муж купил также вот этот зеленый, зеленый лимонный. 2,45 килограмм. И здесь всего 916 грамм. Мы заплатили 2,24. Он заливает их теплой водой, добавляет имбирь, делает такую воду и пьет ее. Вот такие вот красивые лимончики. Такие вот чайные две булочки. Они не сладкие. Я их себе купила. Опять же, они были по 10 центов. И акция была по 8 центов. Но мне выбили по 10 центов. Я пойду в магазин, еще буду спрашивать почему. Фальшивый заяц. 2,99 евро килограмм. И всего мы 688. Мы заплатили 2,06. Это же опять по акции. Так он дороже стоит. Я себе купила манго. Обожаю манго. И за манго мы заплатили 89 центов. Тоже сейчас акция. Тут такой какой-то сорт. Он продолговатый. Но он должен чуть-чуть полежать. Потому что он такой твердоватый еще. Сливки. Сливки для кофе. Это я себе купила. 35% жирности. 200 миллилитров. 0,99 центов. Это без акции. Купила вот такой еще себе крем молочко для тела. Которое очень-очень вкусно пахнет. И вот за такую маленькую баночку 50 миллилитров мы заплатили евро 29. Вот это молоко. Оно 2,5% жирности по 2 литра. То есть всего это 4 литра молоко стоило 1 пачка евро 75. И взяли две упаковки вот такой туалетной бумагой. Такой туалетной бумаги. Здесь 8 упаковок. И мы заплатили по одному евро. Вот такая корзина продуктов на сегодня. Ну, насчет вот этих цен, которые мне плохо выбили. То есть мы хотели в самообслуживающую кассу. Но все равно, если акция, то борко должен выбывать уже с акции. Поэтому после обеда я зайду, просто спрошу. Потому что вот эти мороженые, мороженые, вот эти овощи, я покупала, буду жарить куриные такие трубочки с овощами. И я эти овощи покупала как по 77 центов. Все-таки 30 центов с одной пачки, 30 с другой, это уже 60. То есть как бы одну пачку мы переплатили. Сейчас я вам покажу чек. Вот чек магазина. Сейчас я вам покажу чек. Вот чек магазина. Это магазин Максима. И всего мы заплатили 26,93. И вот тут вот, где в конце мы видим, какие нам начислили денежки на Максима карточку 0,27. А всего у нас денежек на Максима карточки 3,33. Я уже рассказывала, что эти денежки можно потом использовать при покупке. То есть их снимают с карточки. И вы как бы получаете, ну как бы получаете дешевле цену на товар. И вот на сегодня вот такие вот продукты. Вот, кстати, вот эту вот рыбу я пробовала. Она очень вкусная. И я ее покупала без акций. Сегодня посмотрела акции. И я ее купила. Вот это фирма Океан. У нас соленая. И я взяла вот эти вот. Муж ботон взял себе. А я взяла вот на эту рыбу вот такие вот. Булочки на завтрак. Они такие воздушные, с кунжутом. Я беру, мажу авокадо. У меня в холодильнике есть авокадо. И делаю бутерброды. Ну, а на этом, пожалуй, я окончу свое видео. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не забудьте подписаться. Жмите колокольчик серенький, чтобы получать видео. Пишите в комментариях, что вас интересует. Что бы вы хотели узнать. А на этом все. До свидания. До скорой встречи в следующем видео. Желаю вам хорошего дня. Хорошего позитива. Хорошего настроения. Карантин, кажется, уже подходит к концу. У нас он продлен до 11 мая. И вот по последних новостях я читала, что как будто бы собираются продлить ради такой, чтобы подстраховаться, хотят продлить еще до конца мая. Но все вот эти условия у нас как бы уже начали работать парикмахерские, начали работать магазины, базары. Но вот карантин, он как бы остается. Но дело такое, что если ты не рискуешь, не хочешь рисковать, то придерживайся этого карантина. Ну, а ношение масок обязательно в магазине стоят охранники и проверяют. То есть, если ты идешь без маски, тебя просто в магазине пропустят. Также нужно придерживаться этого всем известного уже расстояния, метр друг от друга. Дезинфицировать руки при входе в магазин, одевать такие одноразовые перчатки. И также, когда выходишь с магазина, ты опять же их дезинфицируешь, выкидываешь. Там такая стоит урна, выхидываешь. Ну, вот пока такие вот правила. Все мы должны их придерживаться. Хотим этого, не хотим.